МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас приветствует информационная служба телекомпании Ирбис. В эфире новости и я, Владимир Чубенко. Главные события, факты и комментарии. Сегодня в выпуске. Возможную причину аварии на теплосетях Экибастуза назвал Роман Скляр. Как будут решать проблему ртутного озера, был колдак, прокомментировал министр экологии. В Павлодаре зальют 22 катка, в том числе на центральной набережной. Лучшие из лучших, многократные чемпионы мира и Азии приехали в Бэнтау на первенство страны по боксу. Причиной повреждений на тепловых сетях Экибастуза могла стать ошибка персонала ТЭЦ. Об этом сообщил первый заместитель премьер-министра республики Казахстан. Напомню, уже почти неделю во многих домах жителей города Горняков нет отопления, лопаются батареи и замерзает канализация. Подробности в сюжете Ильяса Ромазанова. Роман Скляр озвучил точные данные за 27 и 28 ноября. Сегодня должны были подать тепло в трех проблемных микрорайонах 58 многоэтажных домов. Озвучил и предварительную причину повреждений. По ситуации высказался и глава акционерного общества ЦАЭК Александр Клибанов. Обращение появилось в инстаграм-аккаунте энергетической компании. Видео он опроверг информацию о том, что монополист получил станцию от государства. Также он пообещал, что вне зависимости от причины аварии компания возместит ущерб пострадавшим в квартирах. Данный актив мы выкупили такой же частной компанией в 2008 году. Неоднократно мы говорили, привлекали внимание к проблеме изношенности тепловых сетей. Но как частная компания мы не можем поднять цены на тарифы для потребителей. И поэтому с самого начала предприятие является убыточным. Доходов предприятия не хватало даже на содержание станции, не говоря уже о полной или частичной модернизации ТЭЦ. Информации сегодня не было весь день от официальных источников. Немало публикаций в соцсетях. Некоторые приходится опровергать. Вот, к примеру, это видео, на котором снято якобы место аварии. В помещении без крыши все заледенело. Гуляющее в сети видео о выходе из строя котла номер 4 является фейком. Четвертый котел выведен из эксплуатации еще в начале 2000-х годов. У нас котлы в состав наших котлов это 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й, 11-й, 12-й, 13-й, 14-й и 15-й котлы. Тем временем в Экипостузе от теплоснабжения отключают дома и Планово. Сегодня с 7 утра в домах 19-го микрорайона не было тепла из-за устранения повреждений. Это 38 многоэтажек и почти 300 частных домов. Сотрудники Евроазиатской энергетической корпорации, входящей в состав ИРДЖИ, оказывают помощь пострадавшим от чрезвычайной ситуации в Экипостузе. Аксусские энергетики собрали обогреватели и теплую одежду для коллег с разреза Восточной. При этом они вместе со всеми занимаются устранением последствий аварии. Работники Евроазиатской энергетической корпорации говорят, в столь сложное время для жителей Экипостуза они остаться в стороне никак не могли. Для них многие сотрудники разреза Восточной не просто коллеги, но и друзья, родные, а потому оперативно собрали помощь. Энергетики понимают, что чужой беды не бывает. И здесь проявили сплоченность и собрали 97 обогревателей плюс теплые вещи и отправляем в город Экипостуз. Теплая одежда и обогреватели с доставкой на дом. Все это привезли из Аксусской электростанции прямиком в Экипостуз. Помогают работникам разреза Восточной, а также одинокопроживающим пенсионерам. Заботу стараются проявить каждому. Спасибо аксусским коллегам нашим с электростанции за то, что отправили нам подарок такой необходимый. Спасибо большое. Наши тоже совет молодежи. Спасибо большое, что вручили, привезли. Большой рахмет. Стоит отметить, устранением аварий на сетях в Экипостузе наравне с другими занимаются и работники разреза Восточной. Они, как и весь город, стремятся в кратчайшие сроки вернуть тепло в дом каждого земляка. Разрез выделил 50 человек для работы, 10-динственной техники. И работы ведутся каждый день и ночь. Хорошие условия, ну в плане, если замешь, надо, конечно, надо отогреться. Еда все предоставляется, волонтеры даже приезжали. После завершения устранения аварий на сетях по городу работники Евразиатской энергетической корпорации продолжат восстанавливать и внутреннюю систему отопления в квартирах своих коллег. На предприятии, напомнили, работает специальная горячая линия, куда можно сообщить о любой проблеме, связанной с ЧС в Экипостузе. Артем Клеван, Серегу Нагбаев, телекомпания «Ирбис». О том, будут ли строить по Владарской области предприятия по производству кальцинированной соды, сегодня телекомпанией «Ирбис» ответил министр экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан Серикали Брекишев. Также наш корреспондент узнал о судьбе Артутного озера Балколдак. Перед встречей с журналистами министр выслушал повладарских общественников. Вопросов к чиновнику накопилось много, но самый главный был задан телекомпанией «Ирбис». Мы проводили большую работу в соцсетях, спрашивали у людей, какие вопросы их интересуют в плане экологии. И, конечно, на первом месте это строительство содового завода, просьба прокомментировать на каком сейчас этапе, потому что все люди обеспокоены, переживают. Ряд общественных активистов, экологов высказывали критические замечания в части воды. Но на сегодняшний день материалы по этому проекту в наш департамент экологии Павлодовской области еще пока не поступали. Но еще раз хотел бы отметить, что реализация этого проекта будет только после положительного проведения общественных слушаний. Резюмируя по строительству предприятия по производству кальцинированной соды, без общественных слушаний ни о каком возведении и речи быть не может. А вот что касается озера-накопителя Былкалдак, в которое в свое время слили по разным оценкам от 10 до 130 тонн рдути, планы масштабные. В первую очередь сооружение новой противофильтрационной завесы, а следом и еще один проект. Его разработают до конца следующего года. Также общественность Павлодара вышла с инициативы к министру об использовании так называемой неликвидной древесины. Люди хотят отапливать свои подворья сухостоем, который бесхозен, который никому не принадлежит. На эту инициативу министр ответил, что вопрос взят на рассмотрение и его обсудят на ближайшем заседании правительства. Артем Буланов, Максим Носков, телекомпания «Ирбис». Поставил под угрозу собственную жизнь и всех, кто был рядом. Гонщик на улицах Павлодара выполнял немыслимые трюки прямо напротив областного Акимата. Теперь Лихач заплатит 75 тысяч тенге штрафа. Об этом мы не только подробно узнаем в нашей специальной рубрике. А вы помните, что все самое интересное собрано в инстаграм-аккаунте «Ирбис.тв». Подпишитесь и будьте в курсе, а также заходите на сайт телекомпании «Ирбис.тв.кз». Спонсор рубрики новости из соцсетей – магазин сантехники «Аквамир». «Аквамир» – надежные товары на долгие годы. Лихача заметили на улице Сатпаева. Водитель сначала выехал на встречную полосу, после этого нарушил и другие правила дорожного движения. Едване совершил ДТП. Это отчетливо видно на кадрах видео, размещенного на странице главного новостного аккаунта региона «Ирбис.тв». За правонарушение ему совокупно предстоит выплатить порядка 75 тысяч тенге штрафа. Там же вторая сплошная, лишение однозначно. Он от столкновения ушел с легковой, аварии избежал, да, нарушил, шел с превышением, но все обошлось. Возникали ли у вас трудности при оплате проезда электронным способом? Об этом спрашивает телекомпания «Ирбис» в социальных сетях. Вот что отвечают люди. Карта и удобно, но вчера не работали валидаторы и приложение не работает в телефоне. Да, вчера у всех одновременно появилась проблема с интернетом и количество рейсов даже в самый пик снижены. Ожившая музыка. Юная павлодарка удивилась своей виртуозной техникой игры. Знакомьтесь, это Амина Тлеубаева. Ей всего-то 13 лет. Но как же волшебно она владеет необычным инструментом. Дом Рой просто блестящим. В дуэте с пианино инструмент зазвучал по-новому. Дом Ра была впервые использована в России. На ней играли еще в 15 веке. Спонсор рубрики новости из соцсетей – магазин сантехники «Аквамир». «Аквамир» – надежные товары на долгие годы. Красота, доступность, качество. А что выбираете вы? Магазин сантехники «Аквамир» предлагает товары для комфорта и домашнего уюта. Вас ждет удивительный мир смесителей, душевых стоек, кухонных мойк и сопутствующих товаров. Все для канализации, водопровода и отопления. Богатый выбор на любой кошелек. Всех ждут за покупками по адресу. «Абая-110». «Аквамир». Спасибо, что выбираете нас. Мы вернемся в студию после рекламы и вот что вы увидите. Заплатил и спи спокойно. Сколько жителей Павлодарской области не погасили налог на транспорт? Скользи легко. Катки начали заливать в Павлодаре. Мой город. Жители Аксу стали участниками общественного проекта. Спорт с Артемом Булановым и специальный инфоблог. Скоро продолжим. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Уважаемые жители Павлодарской области! Настоятельно просим вас отписаться от групп в социальной сети ВКонтакте, перечисленных на сайте www.carmodefizpvl.kz, так как они запрещены и заблокированы на территории Республики Казахстан. Посещение данных групп расценивается как нарушение законодательства Республики Казахстан. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Справки по телефону 8 707 962 0101 Я же у вас волшебница, что же вы думали-то? Мои картины приносят как бы счастье в семью. Понимаете, в своем виде спорта я олимпийская чемпионка. Я этого не стесняюсь. Ребят, я не профессиональная певица. Попросили, ломаться не буду. Ах, зачем эта ночь так была хороша? Вы не выговариваете букву Р. Да, ебенок. Ебинка, сиенька, сейда, пьезидент, ииска, кулинария. Дети, я говорю, съеду. Они такие, когда? Я говорю, так, понедельник, вторник. Сейда. Я и Мои. Я плавать не умею. Я с ним, я просто хожу, и я с ним разговариваю. Люди ничего там не говорили. Да, они такие же, как я же все. Ну, здорово просто. Просто здорово. Пусть она вам принесет здоровье, благополучие, счастье. Проект «Откровение» и я. В эту субботу на телеканале «Ермирс». Получил удар ножом и скончался. За смерть повладарца, обвиняемого постановлением суда, отпустили под амнистию. Историю обсудим в студии. Подставили. Сотруднику колонии назначили 6 лет лишения свободы, но он отрицает свою причастность к преступлению. Пожар в многоэтажке. Полиция открыла уголовное дело по факту покушения на убийство. Пострадавший скончался в больнице. Смотрите в проекте «Сигнал» на Ирбисе. Почти 13 тысяч жителей Павлодарской области – должники по налогу на транспорт. Они обязаны внести в казну государства 600 миллионов тенге. А все подробности в материале Артема Буланова. Павлодарцы должны в казну приличную сумму. Оплатить ее необходимо до 1 апреля 2023 года. Оплачивать можно и даже нужно, говорят в профильном управлении онлайн через специальную мобильную программу и банковские приложения. Казалось бы, времени еще много. Вот только долг за прошлый период поистине огромный. К сожалению, ряд налогоплательщиков не исполнил налоговые обязательства по 2021 году со сроком уплаты до 1 апреля 2022 года. И поэтому образовалась задолженность перед бюджетом порядка 600 миллионов тенге. Причем, значит, эта задолженность образовалась у порядка 13 тысяч налогоплательщиков нашей области. А платить квитанции можно через кабинет налогоплательщика, портал электронного правительства и мобильные приложения у банка второго уровня. А также в Центре приема и обработки информации, управление государственных доходов города Павлодара. Артем Буланов, Евгений Лежнин, телекомпания Ирбис. Время экономических новостей. Рубрику на этой неделе ведет Азамат Эдхалин. Азамат, я тебя приветствую. Скажи, ты вот часто освещаешь жизнь мельпомены, а сам давно был в театре? Привет, Владимир. Был на премьере. Здравствуйте. Культурный досуг обходится в Казахстане все дороже. Цены подскочили сразу на 14% за год. Данные приводит Energy Prom KZ. Услуги театров, в свою очередь, подорожали сразу вдвое в Туркестанской области. Найменьший годовой рост был зафиксирован в Алматы. В Павлодарской цены остались на уровне прошлого года. А эта информация будет интересна предпринимателям. По адресу улица Торговая, 2-4, сдают в аренду складские помещения. 450, 650 и 850 квадратных метров. В здании проведены все коммуникации. Центральное отопление, электричество и вода. Цена за квадратный метр – 1400 тенге. Обращайтесь по телефону 8701 027 84 89 8701 032 99 58. Только до 25 декабря успей посетить выставку роботов для взрослых и детей «Робопарк». Чем отличается интерактивная выставка от обычного музея? Этих роботов можно трогать, играть с ними, делать фото и селфи и даже вместе танцевать. В билет на целый день включено знакомство с 50 роботами и технологиями со всего мира. 5 шоу от театра роботов до Тесла-шоу с молниями. Игра в армирах и многое другое, что захватит посетителей. Кроме того, на пяти мастер-классах дети и взрослые научатся рисовать в пространстве 3D-ручками. Сделают слаймы, а самые маленькие гости смастерят мыло или шипучие бомбочки для ванны. Ждем вас в торговом доме «Новый ЦУМ» 3 этаж. Салон европейской обуви «Ральф Рингер» приглашает на поступление новой коллекции осенней и зимней обуви. В ассортименте как мужская, так и женская. На любой, даже самый взыскательный вкус. Одни из главных качеств товара – современный дизайн и непревзойденный уровень комфорта, который обеспечивает высокотехнологичные подошвы. Делает пешие прогулки настоящим удовольствием, удобная колодка с широкой носочной частью и эластичные материалы, из которых изготовлена обувь. Кстати, приобрести ее можно в рассрочку. Салоны «Ральф Рингер» расположены в торговом доме «Тулпар» «Бутик-221», «Артур-2» «Бутик-356» и в старом «Цуме» «Бутик-22». Также есть салон «Ваксу» в торговом доме «Агидель» «Бутик-22». Приятный сюрприз в преддверии нового года в отделе «Мед Алтая». Снижение цен от 1500 тенге за килограмм душистого нектара – это настоящий подарок. Ведь в ассортименте только элитные санта янтарного лакомства. Приобрести вкусный, а главное полезный товар вы можете в торговом доме «Квазар» по улице «Естая-81». Строительный магазин 12 месяцев дарит скидки до 50% на кафель. Весь товар можно приобрести в рассрочку 0,012. При этом скидки сохраняются. Кроме того, приобретая товар от 90 тысяч тенге, вы можете стать участником розыгрыша миллиона тенге и 12 крупных подарков. Действует доставка по всей Павлодарской области. Подробнее об условиях можно узнать в инстаграм-аккаунте «12мвпвл» на сайте 12КЗ. Адрес – «Жаяумусы-6», телефон – 60-00-67. Скидки на мужские костюмы «Глассман» от 30 до 60% по промокоду «Ирбис» только до конца этой недели. Также действует беспроцентная рассрочка на 12 месяцев от «Каспи». Адрес – торговый дом «Сити-Центр», второй этаж – улица «Академика Сатпаева-130». Отдел работает без выходных с 10.00 до 20.00. В завершение курс валют в Павлодаре доллар стоит 469 тенге, евро – 492 рубль, 7 тенге – 43 тенге. У меня на этом все. Владимир. Благодарю. К другим новостям. 22 общественных катка зальют в Павлодаре, включая дворовые площадки. Большинство из них уже покрыли плотным слоем льда, остальные планируют открыть в ближайшее время. А в микрорайонах, где этой работой занимаются энтузиасты, уже вовсю играют в хоккей. Все подробности в материале нашего корреспондента. Одни из самых ответственных любителей зимних видов спорта в нашем городе живут на проспекте Назарбаева, дом номер 6, дробь 3. Здесь уже несколько десятков лет базируется легендарный клуб «Ровесник». Местные аксакалы с наступлением первых холодов самостоятельно заливают корр. Доводят покрытие до идеального. Молодежь помогает и чистит каток. Тем временем ответственные за зимние забавы обещают в этом году народ будет скользить с комфортом. Лед намораживают слоями. На данный момент залито почти их 18 катков. Уже 3-4 залили. Осталось только отшлифовать, поверхность выровнять. И еще 4 катка уже подготовка идет. Залито 1-2 раза уже. Скоро будет тоже. На этой неделе мы завершим тоже эти катки. И уже будет готов кататься, играть, хоккей. Говорят, первый слой всегда ложится буграми. Но когда застынет, начнут полировать поверхность до идеальной. Катки также откроют в селе Павлодарское и поселке Ленинске. По поводу музыкального сопровождения выходные дни, графика работы и стоимости проката вопрос еще решается. Сообщили ответственные. Развлечения остаются традиционные. Коньки, лыжи и горки. В этом году запланировано все катки будут бесплатные. Еще мы на набережной Истайский спуск. Там тоже будет каток для населения, общего катания. Пока люди должны со своими коньками, кто коньки имеет, для них бесплатно. А насчет проката вопрос еще открытый не решился. Стоит отметить, что в прошлом году аренда детских коньков обходилась горожанам в 400 тенге. А пара взрослых на час стоила 600. Со своим инвентарем было, как и сейчас, бесплатно. Артем Буланов, Александр Колесников, телекомпания Ирбис. Проблемы с теплом и водоснабжением. Ежедневные жалобы, которые вы присылаете в мобильное приложение. В каждом случае люди просят своевременно реагировать ответственной службой. А если вы стали свидетелями коммунальной аварии или хотите обратить внимание на ту или иную проблему, ждем ваше видеообращение на номер WhatsApp 8705-631-85. Обязательно покажем. Теперь смотрим нашу постоянную рубрику. Спонсор мобильного приложения – салон-магазин немецкой обуви «ДЕ» приглашает на новое поступление «Осень-зима». «ДЕ» – качество во всем. Это Павлодар, угол Достоевского-Дюсенова. По словам местных жителей, эта колонка с питьевой не работает уже неделю. Возле колодца видна утечка воды. Люди просят обратить внимание на это видео и принять меры. Вот посмотрите, Королево-98 дом. Идет у нас воздушка, отопление. Док Королева-94. Голые трубы. Отопление. Уже два года пытаемся добиться того, чтобы нам утеплили их. Результат – ноль. Писали в Акимат жалобы, куда только заявки не давали. Вот она вся голая труба. И как они хотят, чтобы у нас трубы не замерзли. МНО-47. Каждый день вот такие пробки. Проехать не могут. Потом машины здесь корябают. Вот такое столкновение. Каждый день, каждое утро, в обед и вечером. Просим принять меры. СПОНСОР МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ САЛОН МАГАЗИН НЕМЕЦКОЙ ОБУВИ ДЕ Приглашает на новое поступление «Осень-зима». ДЕ. КАЧЕСТВО ВОВСЁМ. САЛОН МАГАЗИН НЕМЕЦКОЙ ОБУВИ ДЕ Приглашает всех, кто ценит качество и комфорт на новое поступление «Осень-зима». Стильная мужская и женская обувь от ведущих мировых брендов. Марка Тотс, Каприз, Рикер, Яна, Баден, Ральф Рингер и многие другие. С таким богатым выбором вы легко подберете обувь для любого случая. Если вы не знаете, что вам нужно, приходите. У нас это есть. ДЕ. КАЧЕСТВО ВОВСЁМ. УЛИЦА ЛЕРМОНТОВА, 106. Сегодня без отопления остались жители многоэтажки по улице Тора Игырова. Об этом сообщили в службе 109. Между тем, в понедельник без света останутся две высотки по этой же улице. Подробности в нашей постоянной коммунальной сводке. Коммунальная сводка на 2 декабря. Сегодня без теплоснабжения. Остались жители дома номер 75, дробь 1 по улице Тора Игырова. В службе 109 сообщили, что причиной стало повреждение на теплосети. Там же рассказали, что специалисты энергетической компании устраняли аварию практически весь день. Должны были завершить работы к 17.00. Перейду к информации о намеченных на 5 декабря отключениях. Понедельник. В связи с ремонтом на трансформаторной подстанции специалисты обесточат две высотки по улице Тора Игырова. Света также не будет в Центральной городской библиотеке имени Павла Васильева. По сообщению энергетической компании, электричество не будет с 13.00 до 6 часов вечера. По той же причине обесточат живые дома в квадрате улиц проезд Е, трасса Омск-Павлодар, проезд Л. Там работы пройдут в срок с 9 утра до 13.00. Жители Аксу могут сделать родной город лучше благодаря проекту Туган-Хала. Его участниками-то и стали десятки неравнодушных людей. Они предложили свои идеи. Какие именно, расскажет наш корреспондент. В этом году в проекте Туган-Хала участвовали 96 человек. Все они предложили идеи по благоустройству города. Отобрали 22. Лучшие из них будут профинансированы спонсорами. На реализацию в среднем выделяют 9 миллионов тенге. Будут награждены победители и участники этого проекта замечательного. Это люди, которые выделили свое время. Они поленились. Приняли участие в проекте. Разработали очень интересные заявки, которые направлены на благоустройство своего города. Дворов, каких-то общественных пространств. Для компании ERG основным приоритетным, одной из приоритетных задач является удовлетворенность жителей наших городов присутствия. Как мы и называем родных городов. Очень приятно, что жители города сами вовлекаются, участвуют в этих проектах. Потому что именно жители города могут знать насущные проблемы своего родного города. 12 лучших проектов жителей Акцу будут реализованы в 2023 году. Автор одного из них – Асыл Амиров. Его идея – создать в городе площадку для игры в Боча. Боча – это игра для особенных детей у нас. Получается, она уже второй год, уже как в Казахстане появилась. И очень активно развивается. И с следующего года, получается, она уже аккредитацию прошла. И будут проводиться чемпионаты по республике даже. Стоит отметить, в этом году в рамках проекта успели преобразить городскую набережную, установить теплые остановочные павильоны и благоустроить несколько дворов. Азамат Айтхарин, Максим Носков, телекомпания ERBIS. С нами в студии ведущий спортивных новостей Артем Буланов. Приветствую тебя. Итак, выступление по ладарской команды на чемпионате столицы, а именно по самбо. Какие-то подробности рассказывай, если знаешь. Конечно, Владимир, привет. Здравствуйте, дорогие зрители. Сразу пять наших спортсменов завоевали золотые медали. Также в команде еще и три серебряные награды. Ну а самое крутое спортивное событие дня ждет наших зрителей буквально через мгновение чемпионат Казахстана по боксу, что может быть еще более масштабнее. Не переключайте. Всем привет. Это блог номер один о хоккее Казахстана «Головой облет». Ни один спорт в нашем регионе не освещается так, как хоккей. Все это для вас, дорогие зрители. «Головой облет» не имеет границ. Нас смотрят в разных городах страны, потому что «Головой облет» — это настоящий эксклюзив и самые огненные гости. Такого вы нигде не увидите и не услышите. Залетайте на эфир в субботу в 22.00 и в воскресенье в 11.00. Я просто поплоху. Ну, наконец-то выдохнули любители единоборств Павлодаре. Захватывающий турнир в нашем городе. Сегодня собрал десятки болельщиков на трибунах. Я думаю, вы понимаете, о чем пойдет речь сейчас. О самом медальном и результативном виде спорта для нашей страны. Большой бокс вернулся в Павлодарскую область. И это настоящий праздник. В Павлодаре стартовал официальный чемпионат Казахстана среди мужчин. Сильнейшие панчеры со всей страны сейчас здесь выясняют отношения. Информация для болельщиков. В ход абсолютно бесплатный. Поединки начинаются с двух часов дня. А финалы запланированы на 9 декабря. Уже с первых поединков, понятно, приехали серьезные ребята. На ринге спортсмены не ниже звания КМС. Поединки проходят зрелищно. Предварительный раунд сегодня уже собрал полные трибуны. К сборной Павлодарской области особенное внимание. У нас команда очень слаженная, крепкая. Я думаю, все ребята достойны больших наград. Но у нас есть такие боксеры, как Саба Юрбулат, Бахтияр Смогулов, Куан Куатов, Аятулат Акижанов, Мурат Кусейнов. То есть ребята у нас очень сильные, крепкие. Команда ровная. Я от всех них жду хороших, больших результатов. Я думаю, ну ринг все покажет. Среди участников много рейтинговых панчеров. Вот сама Тали Тольтаев. Не успел боксер перевести дух после чемпионата Азии, как принял новое испытание. Понятное дело, моя цель завоевать золотую медаль. Сегодня вышел спокойно, почувствовал ринг и сделал свое дело. Наставники помогли. В Павлодаре чемпионат проводят на высшем уровне. Молодцы организаторы. Сегодня только первый день и разогревочные поединки. Все самое интересное будет ближе к финалам. Болельщики искренне надеются, что среди медалистов будут и павлодарцы. Студентка из Павлодара Жамиля Байлдяшева завоевала золотую медаль на шестом чемпионате мира по Тугаску Малак. Грандиозное первенство завершилось в октябре и собрало спортсменов из 20 стран. В программе турнира значилось несколько дисциплин, блиц, рапид и классика. По результатам состязания Жамиля Байлдяшева завоевала первое место в рапиде и золотую медаль чемпионата мира. Кроме того, спортсменка выполнила норматив мастера спорта. А вот Андрей Карпович признан лучшим тренером Казахстана. Постепенно итоги сезона подводят в профессиональной футбольной лиге. А в клубах премьер-лиги тем временем уже активно ведется трансферная политика. Ряд клубов после окончания чемпионата сразу расстались с главным тренером. Акжаик прекратил трудовое соглашение с молдавским специалистом Олегом Беженарь, а Каспи с Николаем Костовым из Болгарии. В Уральске руководство пока держит паузу. Команда, напомню, вылетела в первую лигу и с назначением нового главного там не спешат. Тогда как в Актау выбор сделан. К следующему сезону готовить футболистов будет Кахаберц Хададзе. Также в клубе официально представили еще одного специалиста, экс-игрок национальной сборной Кайрата и питерского «Зенита» Евгений Тарасов. Будет работать с молодежью. В другой западно-казахстанской дружине обошлись без перестановок. В Тарау довольны сотрудничеством с белорусом Виталием Жуковским. Далее там намерены повысить результаты. Тем временем с материальными трудностями столкнулись ряд южных клубов из-за многочисленных долгов Ордобасы получил трансферный бан от FIFA в Шемкинте. Не выполнили свои финансовые обязательства в соответствии с решением главной футбольной ассоциации. А в Павлодаре праздник баскетбола подошел к концу. Порядка тысячи школьников участвовали в играх 52-й спартакиады. Имя сильнейшей сборной узнаем прямо сейчас. Популярный турнир среди детей подошел к своему логическому завершению. Определились все счастливчики, вышедшие в следующий раунд. Матчи группового этапа получились весьма захватывающими. Победить сильнейший, потому что с каждой подгруппу ходят две команды, две лучших. Это 8 команд лучших. Потом они стыкуются между собой. Четыре лучших идут за первые призовые места. Остальные за пятое и восьмое место разыгрывают. Такой расклад. Команды были поделены на четыре группы. Из каждой в следующий раунд вышли сильнейшие. Заявлено 16 мужских сборных и 10 женских. В финале сборная 8 лицея обыграла кадетскую школу 42-40. Благодаря этому успеху коллектив вышел в региональный отборочный этап. Республиканские соревнования по спортивной гимнастике в эти дни проходят в Семее. В открытом чемпионате Абайской области участвуют и Павлодарская сборная. Программу турнира начали девочки. Среди них распределили первые медали. По второму юношескому разряду наши заняли весь пьедестал. На верхней ступеньке Медина Адам. Далее Лера Гмызун и Анни Черняк. А по третьему Вера Черновол, серебряный призер. Сегодня спорт за награды поведут уже ребята. Тем временем в нашем городе сегодня завершился первый финал межрегионального турнира по гандболу. Обладателей главной награды назвали среди команд девочек. Команда из Кустаная и первый состав Павлодарок встретились в финале турнира. И неудивительно, специалисты прогнозировали этот матч. Гости приехали только за победой. Поэтому очень напористо играли в каждом поединке. И в этом сразу же пошли в атаку, погасив стартовый порыв соперниц. Хозяйки перехватили инициативу и восстановили равенство 11-11. Стоит сказать, противостояние получилось в стиле догонялок. Явного преимущества не было. А вот во втором тайме Павлодарки чуть прибавили скорости и вынудили чаще ошибаться гандболисток из Кустаная. С небольшим перевесом наша команда одержала победу. Турнир дома это очень хорошо, потому что мы хозяева и мы больше увереннее чувствуем себя, так как мы уже как дома привыкли здесь встречать и так далее. Ну, что я хочу сказать насчет своего настроения, так у меня она была позитивная. Мне очень нравится этот турнир, не только потому, что мы ездим, играем. Мы набираемся опыту, мы больше сплоченности команда делаете. Мы всякие схемы отрабатываем, все вот это делаем. Больше всего мне кажется, нравится команда Павлодара. У них очень хорошо отточен особенно крест, они тоже сплоченные команды, хорошие. Турнир в целом мне очень сильно понравился. Женская часть турнира получилась очень насыщенной. Кроме официальных матчей, где команды боролись за призовые позиции, гандболистки с большим удовольствием провели еще несколько товарищеских встреч. В субботу, заключительный день соревнований, итоги подведут среди юношеских сборных. Новости спорта позади, но это не значит, что мы с вами прощаемся. Да, теперь специальный информационный блок. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Рабочая неделя заканчивается, а это значит пришла пора строить планы на выходные. Не нужно сидеть дома и тухнуть, а лучше провести время с друзьями. С вами Адина Есенова и сегодня вы увидите одно из новых мест Павадара. Снова выходные, а вы до сих пор не знаете чем заняться? Что же вы сразу не сказали, у меня как раз есть отличное предложение. В городе открылось новое заведение, о котором еще не все слышали. Ну что, готовы? Репаблик. Одно название чего стоит, необычное и интригующее. Бронировать места, конечно, не обязательно, но для своего же успокоения лучше позаботиться об этом заранее. Лично я всегда так делаю, божечки. Я уже представляю ваши эмоции от увиденного. Заведение находится в цоколе, поэтому как только вы спускаетесь и заходите, перед вами сразу открывается весь паб как на ладони. Я обалдела от того, насколько высока их барная стойка. А вот столики стандартного размера и с мягкими диванчиками. Еще что сразу бросается в глаза, это отдельная зона для двоих, где на всю стену идут зеркала. Прикольная задумка, девушки точно оценят, потому что в любой момент есть возможность поправить макияж, а это, как правило, святое. А для парней телевизоры с трансляциями спорта. Это здорово, когда все продумано до мелочей. Даже отдельная вип-зона есть, это для тех, кто любит более уединенный отдых. Думаю, посетить новое место и оценить по достоинству кухню будет интересно абсолютно каждому. Поэтому с чистой совестью рекомендую Репаблик. Моя оценка 10 из 10, а теперь ваша очередь. Вот такой план предлагаем на субботу и воскресенье. Хорошего настроения, увидимся через неделю. И помните, что самый лучший отдых вас ждет или на Репаблик. Вот таким был сегодняшний день. Запомните его. Для вас сработали Владимир Чубенко и Артем Буланов. Желаем вам приятных выходных и хорошего настроения. Смотрите «Ирбис». Субтитры подогнал «Симон»!